Система быстрых платежей. Как быстро перевести деньги по номеру телефона? Перевести деньги себе или другому человеку внутри одного банка уже давно не проблема. Теперь по номеру телефона получателя можно также легко и быстро делать переводы на счета в других банках. Рассказываем, как это работает. Сегодня межбанковские переводы по номеру телефона доступны клиентам банков, которые уже подключились к системе быстрых платежей, сокращенно СБП. К СБП уже присоединились все крупнейшие российские банки. Их список можно посмотреть на сайте Национальной системы платежных карт. В чем отличие системы быстрых платежей от других межбанковских переводов? Предположим, вы регулярно переводите деньги из своего зарплатного банка в тот, где лучше условия по вкладам. Или, например, снимаете квартиру и каждый месяц должны перечислять оплату хозяину жилья на счет в другой банк. В обоих случаях перевести деньги через СБП будет проще и быстрее. Для перевода нужны только номер телефона получателя и название банка, в котором у него открыт счет. Вам не придется узнавать номер карты или переживать из-за возможных ошибок при вводе реквизитов счета. Перевод займет несколько секунд, тогда как обычный межбанковский перевод по номеру счета или карты иногда идет несколько рабочих дней. Получатель денег может заранее определить, в какой банк он хочет получать переводы через СБП. Это можно сделать, например, в личном кабинете на сайте банка или в его мобильном приложении. Тогда отправитель сможет сразу понять, в какой банк доступен перевод. В списке банков-участников СБП напротив такого банка он увидит пометку «Выбран получателем». Некоторые банки и платежные системы развивают собственные сервисы межбанковских переводов по номеру телефона. Но пока к этим сервисам подключились меньше организаций, чем к системе быстрых платежей. И комиссии за переводы у них могут быть выше, чем у банков-участников СБП. Рассмотрим это на конкретном примере. Допустим, вы хотите перевести 500 рублей со своего счета в банке А на счет друга в банке Б. Первое. Убедитесь, что оба банка есть в списке участников системы быстрых платежей. Второе. Зайдите в мобильное приложение своего банка. Третье. Выберите в меню «Перевод по номеру телефона». Четвертое. Наберите номер получателя вручную или выберите из контактов своего телефона. Пятое. Укажите сумму перевода 500 рублей. Шестое. Выберите банк, в который нужно перевести деньги. В приложении появится список всех банков, которые подключены к СБП. Если ваш друг заранее выбрал банк, в который хочет получать все переводы через СБП, он будет помечен как «Выбранный получателем». Вы увидите на экране информацию о переводе, сумму, размер комиссии, которую ваш банк может взымать за перевод, а также имя, отчество и первую букву фамилии получателя. Проверьте, верно ли указаны все данные. Обратите внимание на размер комиссии за перевод, которую установил ваш банк. Если все корректно, подтвердите перевод. Через несколько секунд вам придет уведомление о списании, и деньги поступят на счет вашего друга. По такой же схеме можно перевести деньги и на свой счет в другом банке. Для этого надо будет ввести свой номер телефона и выбрать банк, в который вы хотите перевести необходимую сумму. Система быстрых платежей позволяет быстро собрать деньги со своих счетов в разных банках, например, чтобы оплатить кредит или крупную покупку. Не придется заходить в несколько банковских онлайн-сервисов, только в приложение того банка, счет в котором вы хотите пополнить. В разделе СБП-переводов сделайте запрос на нужные суммы со своих счетов в других банках. Система распознает ваши счета по номеру мобильного телефона, который к ним привязан. Участники СБП постепенно подключают эту опцию. Вы можете уточнить по горячим линиям своих банков, появилась ли уже такая функция в их приложениях. У меня несколько счетов в одном банке. На какой из них придет перевод по номеру телефона? Перевод придет на тот счет, который указан в вашем банковском договоре как счет для любых видов зачислений. Если вы не помните, о каком счете речь, то можно уточнить эту информацию в банке. Вы можете поменять счет, на который будут приходить все зачисления. Это можно сделать в настройках банковского приложения или в личном кабинете на сайте банка. Также можно решить этот вопрос в офисе банка или по телефону его горячей линии. Он указан в договоре банковского счета на оборотной стороне банковской карты или на официальном сайте банка. Какой будет комиссия за переводы? До 100 тысяч рублей в месяц можно пересылать бесплатно. За перечисление сумм сверх бесплатного лимита банки вправе брать до полупроцента от суммы перевода, но не более 1 500 рублей. Банк России установил такие тарифы с 1 мая 2020 года бессрочно. Можно ли отменить ошибочный перевод через систему быстрых платежей? Отозвать перевод по номеру телефона нельзя. Деньги зачисляются получателю за несколько секунд. Поэтому важно перед отправкой платежа внимательно проверить номер телефона и имя получателя, а также сумму перевода. Если вы по ошибке отправили не ту сумму или не на тот номер, то сможете вернуть деньги только с согласия получателя и его банка. В этом случае придется обратиться в свой банк и уточнить порядок действий в подобных ситуациях. Сколько денег можно перевести за один раз? Сумма одного денежного перевода должна быть меньше 1 миллиона рублей. Минимальный размер не ограничен. Но у банков могут быть свои лимиты. Лучше уточнить эту информацию заранее в своем банке. При этом в день вы гарантированно сможете отправить через СБП до 150 тысяч рублей через каждый банк, который подключен к системе. Банки вправе увеличивать лимит на дневные переводы по своему усмотрению. Что делать, если я не хочу, чтобы по моему номеру телефона кто-то мог узнать, в каком банке у меня есть счет? Как скрыть эту информацию? Система быстрых платежей не показывает, в каких именно банках у вас открыты счета. Отправитель сможет увидеть только пометку, какой банк вы выбрали в качестве основного для получения переводов через СБП. Если кто-то попытается методом тыка разузнать, в каких банках у вас есть счета, защитные алгоритмы системы распознают этого пользователя и заблокируют его. Вы можете отключить от системы быстрых платежей свои счета через мобильное приложение или личный кабинет на сайте своего банка. Тогда вы не сможете получать или отправлять деньги через систему. При попытке перечислить вам деньги по номеру телефона, отправитель денег получит уведомление, что перевод не может быть отправлен на ваш номер. Что делать, если произойдет сбой или перевод перехватит мошенники? Система быстрых платежей надежно защищена от мошенников. Но злоумышленники постоянно изобретают новые способы кражи денег со счетов. Поэтому не забывайте соблюдать правила кибербезопасности, чтобы защитить свои деньги от преступников. В случае проблем с переводом необходимо оперативно обратиться в свой банк.